Хочу противиться тем, что Господь поможет в моем сердце. Хочу прежде всего поблагодарить людям, которые проповедовали в мою жизнь. Хочу поблагодарить тем, которые имели смелость говорить о Боге, о Его любви, о мою жизни. Сегодня я имею возможность поблагодарить лично тебя, брат. Я не знаю, но вы меня не помнишь, но, по-моему, ты и шанчил. Пармонул, да? Как? И за вами, как? Я не знаю, пожалуйста. Тоже, да. Паработал, ну, как я решаю, что на вы, по... Где он сделал? Где он сделал? Да. Он с тобой брал, чтобы никто был доеден. Это было же много времени. Дальше. Да, да. Да. Ну, хочу сказать, раньше мне было сколько-то. То, что вы говорили, что вы проповедовали. И то, с чего я стоялся, в конце концов, способный жить. Я многие годы отдал это время на просьба. Вместе с этим было сказано очень много преступлений, ежедневых преступлений. Надо было как-то выживать. И быть в рабстве этого удовольствия, которое отняло все. Отняло мне семью, отняло детей, отняло общение с родителями, отняло, наверное, надежду, веру. И мне пришлось оказаться на улице одному. Слава Богу, что я остался один. Слава Богу, за все годы скитания на улице, потому что пришло время задуматься о том, каким образом я веду. И были времена, когда оказывался в тюрьме. Там также находились люди, которые говорили о Иисусе. Очень тихо, но они о ней говорили. Говорили о вере Бога. Ну, это как не сильно меня касалось, но очень тихо, где-то от глубины своего сердца я понимал, что они говорят правду. Но у меня не было смелости по вернуть в эту сторону, потому что давление со стороны людей, которые окружали меня, было намного сильнее, чем то, что тихо, тихо согревало в моем сердце. Я знаю, что в тюрьме не подходило мое время, мое времяоприятие. И в одном из католических 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 я также приехал туда, там также были молитвы. Я смеялся с людей, которые стояли, молились. Я смеялся с людей, которые говорили о Боге. Боль была неимоверная внутри. Я плакал ночами, потому что я сознавал, что я теряюсь в тюрьме жить. Я провожу его, что дано. Я понимал о том, что я умираю. Я встал на стул, я вспомнил о людях, которые запоедывали. О бабушке, которая грозила пальцем, что тебе придется ответить перед Богом. Я встал на стул, передо мной висела веревка. И я сказал Богу, знаешь, если ты есть, прости меня за все. И как только я сказал эти слова, внутри меня пришла какая-то теплота, которая меня сняла со стула, я встал на колени. И я стал плакать, я стал плакать, и в моей голове прошел фильм. Фильм о людях, которых я не знал. Этот фильм был очень быстрым. Это было лица. Но я заметил, что со мной происходит. Я перед каждым лицом говорил, прости меня. Прости меня. И мои звезды тепли и порют. Мое сердце сокрушалось, и я рыдал. В прямом смысле этого слова я рыдал. Я никогда так не рыдал. И последние фотографии были моих близких. Мои мамы, папы, моей дочери, моих тетей, дядей, которых я обманывал, барабану мне. И боль стеснила мое сердце так, что я просто хотел умереть. Просто реально хотел умереть от стыда. От стыда, который давлен отовсюду. Снаружи, изнутри. И с последними людьми, с последними фотографиями, мои врядания вырвались в таком глупом словесном исповедании. Простите меня все. Простите, если сможете. Я просто понимал, что эти слова идут куда-то. Они идут куда-то, но они достигают этих людей. Я понимал, что эти слова придут, где живут. Я понимал. Я не понимал, что я делал. Я не понимал, что это покаяние. Я не знал, что это покаяние. Но это вырвалось из моего сердца. Это родилось само собой. И когда я встал на ноги, на меня сошла сила. Сила, которую я не знал. Я не знал, что это такое. Это стало проникать вглубь меня, в моё сердце. Это стало меня наполнять, как наркотики. Я пробовал многие виды наркотиков. Я мешал наркотиков специально, чтобы переживать эйфорию. Всё сильнее и сильнее. И этот процесс был таким, ну, не всем наполняющим. Но тогда, когда эта сила сошла, это наполнило меня изнутри. Это стало меня изнутри разрывать. И первые слова, которые вырвались из моих уст, Бог есть. И первая моя пробоведь была такая. Я был, оно, ногами в двери, я вышел на улице и стал раз. Бог есть. Это была первая моя пробоведь, что Бог есть. И первая мысль, я думаю, а если люди убьют от меня в таком состоянии. Я думал, я его завалю, если вот такого человека завалю, я начну кричать, что Бог есть. Поверь, вот это. Вот такое было бы я желание. И я ждал утра. Пришло желание писать стихи. Что я в школе, там, может, там, читал Пушкина. Но я сам стал писать стихи. И я когда утром пришел к католическому синдзу, я держал в этом пятак всю ночь. Я боялся, что то, что меня посетило, от меня убежит. Я ушел в комнату, он сидел и улыбался. И во-первых, там он говорит, что случилось. Ну, что случилось? И думаю, вот подскажи к нему. И он взял мои руки, снял и говорит, не бойся. Это никуда не уйдет. И говорит, ты не сможешь в этом молчать. Я думаю, ну, уже очень много, что я к себе вообще пришел. Но то, что я не смогу в этом молчать, ну, как бы не смогу. Мне стыдно говорить об этом. Потому что это ощущение, что ты сошел с ума. И он возложил на меня руки, помолился и сказал, а теперь и я ушел. И уже в 8 часам утра я не молчал за столом. Я сказал всем тем, с тех, с кого я смеялся. Всем тем людям о том, что случилось со мной. Но они на меня смотрели, как иностранного человека может быть. Через несколько дней я вместе с тем, что посетило мое сердце, я ушел из Ленин-Центра, но ушел в мир. Я не знал злобы на английском, я не знал описание, я не знал вообще, что со мной произойдет, что. Я просто ушел. Ушел ворвать, ушел в границе. Но свидетельство оставалось. Куда бы я ни шел, в табо, на точку замотки, куда бы я ни шел, я всем рассказывал о том, что со мной случилось. Рассказывал воруя, рассказывал употребляя. Я все время рассказывал о том, что есть такая-то сила, оттуда она пришла, я не знаю. Что есть все наполняющие свобода, наполняющие мое сердце, освобождающие церкви здравства. И знаете, однажды я попал в Ленин-Центр. И я услышал в Англии, я услышал пробовать о Христе, я услышал пробовать о Иисусе. От человека, который не важно святел за убийством. И этот человек проходит этому о радости и прощении. Я думал, хороший брат Умана, заболел в голове, и теперь сидит и радуется, выйдет и из-за любви. Но знаете, мы все, кто бывали в тюрьмах, все, кто прожили эту жизнь, мы знаем, что глаза не обманывают. Ты смотришь в человеческие глаза, и ты видишь, что это человек говорит правду. И это правда меня коснулось. Правда о нем, правда о Божьем прощении. И я пришел к нему, я говорю, как ты не употребляешь, как ты не воруешь, как ты вышел из этой жизни. И он мне сказал, тебе еще разок надо было упокаяться. Я говорю, что это такое. И он мне объяснил, говорит, приди к себе в комнату, возьми белый лист бумаги, и напиши все то, что ляжет чернилами со своей совестью. И я первый раз услышал это слово, я первый раз начал его осознавать, я первый раз начал принимать этот самый допрос, этот осознанный процесс. И я пришел в комнату, и потом подумал, ага, наверное, он на администрации работает. Где-то стоит камера, и он сейчас все считает, что я напишу. Думаю, это со мной не пройдет. Я взял этот белый листокик в сторону и убрал, и стал вот, просто поболился Богу и сказал, я тебя не знаю, просто не знаю, Иисус. Мне только что рассказали тебе. Рассказали, что ты меня любишь. Рассказали о том, что ты умер за мои веки. Что это для меня дает, я не знаю. Но я хочу прийти к себе еще раз и попросить прощения. И относительно своей совести, тяжести греха, я так осознавал за смерть одного человека. И я всю жизнь от этого бежал. Я подошел в этой молитве с этой тяжестью. И я опять же стал видать. Стал видать и говорить, исповедовать свои веки. Бога, которого я не знал. Исповедовать свои веки, личности, которая была мне неизвестна. Но внутри была вера, что Он есть. Вот просто осознавание, осознание для того свидетельства, в котором я был в кошку. И опять же полкомнаты наполнилась сила. И вместе с этой силой пришел страх. Страх и уважение. Что то, что стоит за моей спиной, от Его решения зависит вся моя оставшаяся жизнь. И знаете, моя молитва была молитвой умиления. Я в страхе просил прощения. Я осознавал, что Его решения не будет решения судьи земного, который там стоит и решает. Там 2-4 года, 5-6 лет. Но то, что Его решение определит всю мою оставшуюся жизнь и вечность. Вот такое было ощущение. И в этом уважении, в этом глубочайшем страхе я услышал звучащие слова «Атликта». Эти слова пронзили меня. Я не знал их смыслов. Эти слова меня пронзили. Они опять же молитвы к моему сердцу и освободили меня. Мне было неважно, что там «Атликта», как «Атликта». Главный был результат. Я получил абсолютную свободу. Я стал дышать. Я понял, что ноша, которую я не трошу, она куда-то ушла. Каким образом? Я не понимал. Я не понимал, но я встретился с одной вещью. Я опять подумал, что я сошел в туман. Я питался к психологам, я питался к работникам, я пытался объяснять, но я видел, что люди этого не понимают. И опять же, лишь только верующие люди смогли мне объяснить, что со мной произошло. Почему я это рассказываю? Потому что я на самом деле благодарен Богу за силу, за которую он поставил людям проповедующим. Но самое интересное, что он оставил нас с проповедью о Христии. Он оставил нас с тем, что может быть до конца непонятно. С тем, что можно быть в глазах мира, является абсолютно бесценным. Не имеющим цены. Для нас это бесценным. И как Господь Павел сказал, что слово о Христии для верующего есть сила Божия. Ко спасению. И вот, осознавая это, я знаю, что все те, кто идет проповедовать, вы вооружены. Вооружены с Богом Божьим. Вооружены вестью о Христии. И за этим стоит сам Бог. В честь сердца это слово попадет, мы не знаем. Но это слово изменит вести. Полтора года назад я внял молитву, и Бог передал видение. Он дал мне виденные стен злого и тюрьмы, на которых намотаны колючие проволоки. Я спросил Бога, что это значит. Я долго ждал ответа. Я очень долго ждал ответа. Я не служитель тюрьмы. Я в тюрьмах очень мало проповедовал. Очень мало свидетельствовал. Это не постоянное место моей проповеди. Я проповедую больше на улицах и на реабилитационных центрах. И Бог стал говорить мне о тюрьме. Бог не стал показывать людей, плененных, сидящих в своих камерах. Они пленены на них. Обновлены цепью. И у меня был вопрос. Иисус, что Он мне делает? Что Он мне делает с этим видением? И я стал понимать, вырубляясь молитвой в это, что Бог хочет освобождать этих людей. Бог хочет дать силу Своему народу. Бог хочет дать силу проповедникам. Он хочет зажечь их сердца. И я сегодня хочу сказать, что наши сердца – это вот такая Божьей любви. Там горит жертва. Жертва Иисуса Христа. Там она вдохновляет нам обновление Словом Божьим. Эта жертва не должна гореть. Мы должны верить в то, что мы несем. Мы должны верить в Само Слово Божье. Мы должны верить в Его силу. И я хочу сказать о том, что заявил Иисус Христос, проповедуя, когда первый раз Он сказал об этом. Иисус Христос сказал такие слова. Долгое сходят на мне. Бог прислал меня, чтобы благовество вознищено. Он послал меня объявить молодым временам. Возвратить зрение слепым, отпустить измученных на свободу. И возвестить время милости Господь. Я верю в то, что каждый служитель Бога и Церкви, горящий своим сердцем верным по Христа, имеет то же самое помзание, которое имел Христов. На нас это призвание. На нас. Нести Бога на Зеландию. Для того, чтобы мы отпустили этих людей, говоря истину Божию. Чтобы мы могли бы молиться за исцеление и за освобождение от демонов. И это не так просто какая-то история. Это не просто какая-то сказка. Потому что Бог всегда подтверждает Свою слово. И когда мы служим, когда мы находим веру в Своем сердце, когда мы находим смелость делать то, что говорит Бог, мы видим эти чудеса, мы видим, как Бог исцеляет, мы видим, как Бог освобождает от демонов, мы видим, как люди становятся в новую жизнь. Я не опреклетаю эту новую жизнь. И расскажу одну историю. В мою жизнь попались люди, ну, как, ну, я пришел в новую жизнь, которые, ну, занимались так же выступной деятельностью. И это молодые люди. Я стал проповедовать в их среде Евангелия. Многие отвергли Евангелия. Многие просто остались такими ни туда, ни сюда. Но были все молодые родители, которые приняли Иван Грущенко. И это Евангелие не сменило их жизнь. Они оставили преступный мир, стали создавать свои семьи. Но факт, что Бог на этом наслаждается, Он хочет, чтобы Его Царство распространялось не только на одного человека, но и на семье. И тогда, когда Царство тоже утверждается в человеческом сердце, оно расходится по семье. Оно идет, завоевывая из конца людей из семьи. И вот у одного этого парня была женщина, мама, которая была алкоголиком лет 30. Она жива возле, по-моему, ящиков один. Она ходила по этим по-моему ящиков. Я ей проповедовал Евангелие. И помню, она вставала, падала, вставала, падала. И однажды мне звонит этот молодой человек и говорит, слушай, она опять напилась. Я говорю, не знаю, мне надо гнать ее ее. Я говорю, подошли, я приеду. А я слышал, как она плачет. Я подумал, скорее всего, она ищет покаяние, но не может покаяться. И я приехал к нему в гости. Она сидела вся пьяная. Вы представляете, там 30 лет человек пропил возле этих, по-моему, ящиков. Там само лицо говорит о том, что жизнь не мила. И я у нее спросил. Я говорю, Татьяна, что ты чувствуешь? Вот что ты чувствуешь от того, что тебя опять забыла? Она говорит, больно. Мне больно. Мне больно, что я не могу этого запомнить. Я хотел, но я думаю, что у меня нет шансов. Я говорю, ты знаешь, что Бог любит тебя? Она говорит, я знаю. Я слышал много раз. Я говорю, давай мы с тобой помолимся. Только давай серьезно помолимся. Давай мы встанем в молитву, которая будет наполнена жаждой по Богу. Она говорит, давай. Она говорит, пьяная. Я говорю, ты пьяная, ты пьяная. Какая разница? Давай будем молиться. Я помню, мы не сели. И молитва была признание и отречение. Я говорю, Татьяна, скажи, что ты отрекаешься от того, как или иначе. Отрекаешься всей этой жизни сатаной, с его демонами. Отречи словами. Я, знаете, было тяжело. Я видел, что что-то ее сдерживает. Ее умолит трясутся. Но я взял ее на руки. И мои слова были как будто водитель. Она стала повторять эти слова. Она стала говорит, дать. И мы вместе с молодым парнем возложили в нее руки. Мы стали за нее молиться. Мы стали изгонять этого демона алкоголизма. И он ушел. Он ушел. И, знаете, через год она мне позвонила и плачет. Говорит, Этуан, знаешь, у меня часы. Я говорю, что часы? Год часы, говорит. Я говорю, что год часы? Говорит, Татьяна, ничего не понимаешь, о чем он говорит. Да нет, ничего не понимает. Первый раз в жизни я целый год проносил часы. Их не пропил. Так что, те, которые здесь в тюрьме, спасибо вам за это служение. Спасибо за смелость. Очень хотел бы, чтобы вы поболились бы о том, чтобы наши сердца горели. Горели, жажды по Богу, по Его истине, жажды Бога, где Ивангелие. Если можно, вы могли бы стать помолистами? Отец Небесный, мы благодарим тебя за твоего Сына Иисуса, Который умер за грехи всего этого мира, Господь. Нет такого человека, которого бы ты не любил из Сына. Самый последний преступник, Господь, Который не верит и не знает себя, Господь. Есть в твоей любви, Господь, в твоем сердце. И мы молим тебя о том, чтобы наши сердца, прежде всего наши сердца, горели бы истинами, горели бы и любовью, Господь. Мы молим тебя о том, чтобы свет у Его Евангелия был бы светом нашего сердца. Чтобы вера в свой крест, Господь, она возрастала бы в нашем сердце. Чтобы вера в то, что ты любишь, Господь, что ты на самом деле в милости, кающуюся грезнему, она наполняла бы наше сердце. Дух Святой, я молю тебя о зонах и тюрьмах нашей страны. Я молю тебя, Иисус, о том, чтобы открылись бы двери, Господь, к этим тюрьмам, Господь. Я молю тебя о том, чтобы открылись бы сердца, плененных грехом, Господь, во имя Иисуса Христа, Господь. Я молю тебя о том, чтобы Дух Святой проповедовал и пророчествовал в жизни этих людей. Дух Святой, я молю тебя, наполни сердца, зеколь, Господь. Я прошу тебя, Иисус, войди в их жизнь, наполни, Господь, наполни их сердца и освободи. Я молю тебя о том, чтобы в зал и церквей, Господь, они были бы полны покающихся людей. Иисус, я молю тебя, веди свой Божий народ. Веди, Господь, веди свои правды, Господь. Я молю тебя, Иисус, помоги нам всем, помоги нам в этом деле, Господь. Мы призываем тебя, Иисус, о том, чтобы через покаяние, Господь, опустошались в тюрьме, чтобы через покаяние, Господь, люди возвращались бы в жизнь. Я прошу тебя, дай нам быть свидетелями этого чуда. Иисус, пускай мы будем свидетелями этого чуда, Господь. Я прошу Тебя, благослови каждого, кто сегодня здесь. Наполни огню, Господь, каждому, кто сегодня здесь. Коснись каждого, Иисусе. Обнови, Господь, обнови в призвании, обнови в вере, Господь. Наполни Духом Святым. Дух Святой Благодолем тебя. Благодолю тебя за Твое присутствие, за Твое действие, Господь. И за Твое желание действовать в этом служении, Иисусе. Я благоinflю тебя Твоим, Иисусем. Аминь. Спасибо всем.